Доброго времени суток всем, кто слушает и смотрит нас в это самое мгновение. Это Открытая студия, совместный проект телеканала Арктик ТВ, радиостанцию «Рекорд». Я ее ведущий Николай Дукмас в гостях. У нас сегодня педагог-психолог, начальник радиационного центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшийся без помечения родителей, Елена Шпойлович, и руководитель центра Татьяна Баланова. Барышня, здравствуйте. Рада вас приветствовать у нас в гостях. Мы с вами за эфиром специально не углублялись в тему, ничего не обсуждали. Единственное, о чем мы успели, это только посетовать на то, какая ужасная погода сейчас. Но я искренне надеюсь, что все, кто присоединился к нашему обвисянию, сейчас тоже успели отогреться, присесть поудобнее перед голубыми экранами или своими эфем-приемниками, потому что тема у нас серьезная, тема интересная. А разобрать ее 100% мы не успеем целиком и полностью, потому что на все про все выделено, к сожалению, лишь 28 минут, зато прямого эфира. А это значит, что у каждого есть возможность к нашей беседе присоединиться, в какой-то степени задать вопрос нашим гостям или прокомментировать тематику можно самостоятельно, воспользовавшись нашим интернет-мессенджером. Для этого отправить сообщение в наш телеграм, он привязан к номеру плюс 7, 921-708-2006. В качестве инфоповода для нашей сегодняшней встречи в начале недели, я зачитаю лид-подготовленный выпускающий редактор, он звучит следующим образом. Ежегодно 20 ноября отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. Собственно говоря, о правовой помощи детям сегодня мы с вами и поговорим. И я думаю, что это не тот случай, когда стоит начинать с поздравления с праздником, потому что все-таки в первую очередь мы говорим о том, что это обращение внимания на проблему, привлечение как можно большего внимания, а не повод для кутежа. С какими трудностями сталкивается центр в работе? Трудностями? Наверное, с проблемами, которые существуют сегодня у детей несовершеннолетних. При взаимодействии со сверстниками, взрослыми людьми. И, как правило, у нас работа центра и специалистов центра направлены на просветительскую, больше информационного плана, работу, когда мы говорим родителям и детям, где можно получить адресную помощь и какую помощь. Ну и, конечно, когда они обращаются, мы работаем, реализуем профилактические программы, коррекционно-развивающие программы. В зависимости от того, с каким запросом обратились наши клиенты к нам. Как часто обращаются? Ежедневно. Ежедневно запросов много на различную тематику. Тематику суицидального поведения, тематика нарушения прав, то есть, как считают родители, где-то есть недовольство взаимоотношений учителя-ученик, трудности усвоения программного материала, правонарушения, профилактика правонарушений. То есть, риски различные у детей, да, в поведении возникают, негативное поведение. Со всем этим работаем. Когда мы с вами здесь уже встречались в рамках одной из открытых студий, правда, это было обсуждение ЕГЭ и подготовки к нему, мы тогда вскользь успели поднять вопрос относительно эмоционального и психологического состояния детей, которым очень трудно бывает в современной системе образования найти подходящий темп и ритм, который не выведет их из строя, позволяет в абсолютно комфортной обстановке двигаться дальше с точки зрения повышения образования и так далее и тому подобное, тогда затронули вопрос относительно того, что дети сейчас гораздо более открыты к любой психологической поддержке, они готовы искать самостоятельно, даже если потребуются какие-то консультации, обращаться. Ну, то есть, есть проблема, они хотят в ней разобраться, они не такие замкнутые. Да, я вот пытался понять для себя, насколько корректно я буду сказать, то есть, вспоминая иные поколения, наверное, да, были более замкнутые, и сейчас это не так. Но тогда же, во время той беседы, вы обратили внимание на то, что дети в этом плане гораздо более прогрессивны, чем родители. Вот тенденция работы центра, но все же, вы говорите, обращаются каждый день. Родители тоже начинают потихонечку понимать, что помощь – это хорошо, и квалифицированная помощь, даже конституционная, она необходима в современном мире. Однозначно. Судя по запросам, с которыми обращаются родители, можно сказать, что понимание помощи психологической, оно действительно адекватное со стороны родителей, со стороны детей. Кстати, подростки к нам могут обращаться после 15 самостоятельно, без родителей. Но, как правило, приходя на консультацию, мы беседуем и с родителями отдельно, отдельно с подростками, потом вместе проходит консультация, когда и родители, и подростки, несовершеннолетние. Когда вырабатываем какие-то определенные пути решения проблем, наводим на правильное, адекватное пути решения. Ну и если ребенок нуждается, я сегодня, кстати, прочитала к слову термин, кто такой ребенок, так вот, ребенок – это лицо, не достигшее 18 лет. Поэтому, если раньше мы как-то, да, ребенок к подростку обращаемся, как-то так это на нас смотрели, сегодня это официально, поэтому… То есть, вы спросите, когда говорят, вот этот вот 17-летний лоб там… Ребенок, да. Для взрослых он все равно ребенок, и поэтому он нуждается в помощи. Если нуждается, то нужно ее оказывать. И если он нуждается в помощи, специалисты центра разрабатывают программу психолого-педагогического сопровождения, где действительно с ним беседуют, используют различные методы приема, арт-терапию. И, в принципе, этими приемами он пользуется, например, при тревожности, когда мы определяем методы приема и учим пользоваться способами, да, снятия эмоционального напряжения, тревожности. Он использует эти приемы при тех же экзаменах, да, при сдаче экзаменов. Я правильно понимаю, что это психологические и физические практики, условное, правильное дыхание и какие-то моменты, которые все нужно настраивать. Да, да, да. Как снять агрессию, как правильно дышать, как правильно поступать в определенной ситуации. То есть это мы с ним учим. Бывает такое, что инициаторам, когда приходит ребенок… Да, сегодня будем использовать все теперь официально, я тоже буду этим пользоваться. Когда ребенок до 18 лет приходит вместе с родителями, но инициатором встречи и обращения в центр был именно он, а не родители. Такое случается? Конечно, такое бывает. Особенно если дети подросткового возраста и старше, то есть когда они уже достаточно сформированы и заняты анализом собственной жизни, своих чувств, переживаний, мыслей. Зачастую они являются инициаторами. Многие родители говорят, что меня ребенок попросил к вам обратиться. То есть некоторые родители говорят о том, что у меня-то нет с ним проблем, у нас все хорошо, но вот сам ребенок хочет в чем-то разобраться, что-то его тревожит, и он считает, что нужно обратиться к вам. А это всегда так? Или родители часто заблуждаются, когда говорят, что у меня-то нет с них проблемы, а на поверку оказывается, что как раз они есть, он о них не знает? Чаще всего. Чаще всего, да, вскрываются проблемы, когда есть проблемы внутри семьи, и родители за своими повседневными делами этого не замечают. То есть как-то, как правило, у нас сводится вот как-то о роли родителей сегодня к тому, чтобы обеспечить им бытовые какие-то условия, да, то есть создать материальные какие-то блага. Все заняты на работе, и когда приходят вечером домой, с ребенком очень мало общаются. А с детьми несовершеннолетними и подавно, потому что каждый сидит в гаджетах, где-то еще. А на сегодняшний момент мы говорим о том, что нужно больше обращать внимание в семье детям, обнять, рассказать о своих делах и спросить у него, какая ситуация, какие успехи в школе, неважно, в спорте и так далее. То есть мы сегодня несколько, ну, мало общаемся с детьми, и это сказывается на взаимоотношениях в семье. Вообще бытует мнение, что в современном обществе, я буду говорить сейчас только за нашу страну, потому как имею счастье проживать в ней, и мало что знаю о том, как устроен семейный быт у наших соседей или странах, расположенных вообще на других континентах. Но бытует мнение о том, что люди, в принципе, убирают из своей повседневности такую практику, как общение. Я говорю не только про взрослые дети, а решение конфликта до того, как этот конфликт накалился. То есть вот момент диалога, он действительно утрачен. Это если вот взять такую, знаете, линию в 100% различных причин, из-за чего возникает психологическая проблема какая-то, то правильно ли я понимаю, исходя из этой логики, что где-то в 90% случаев все могло до этого не доходить, если бы люди просто взаимодействовали внутри своей собственной семьи. Я уж молчу про соцсовое общение. Да, мы сейчас говорим о ранней профилактике, да? Мы, как правило, работаем с последствиями. То есть случился случай, мы работаем по случаю. Так вот сегодня работа вообще всех субъектов профилактики, в том числе и школы, и образовательных организаций, и наша, комплексно со всех сторон работает над ранней профилактикой. То есть выявить причины, которые могут привести к каким-то нежелательным последствиям. И тогда совершенно другой объем работы нужен был для этого несовершеннолетнего и совершенно другие подходы в профилактической деятельности. Перечисляя в запрос, с которым обращаются родители, вы говорили, просто сейчас говорили про профилактику, я сразу же вспомнил эту мысль, держав в голове, профилактика правонарушений. У меня слух почему-то зацепился за эту трактовку. Что имеется в виду? Ну, профилактика правонарушений вообще занимаются органы правонарушений. Но мы сегодня говорим о просветительской информационной деятельности. И есть правонарушения, которые нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении. То есть не правонарушение, а несовершеннолетние, которые совершают правонарушение, они совершают это почему-то. Есть какие-то причины, которые привели к правонарушению. И вот эти причины, в принципе, если обращаются родители, то мы на консультациях скрываем и работаем с ними. Я бы даже, наверное, сказала, что это профилактика негативных явлений, социально негативных явлений, потому что, как правильно сказала Татьяна Адольфовна, приводит к противоправным действиям что-то, какие-то обстоятельства. Например, это может быть зависимость какая-то, химическая зависимость, алкозависимость, даже табака, или, например, это агрессивное поведение, оно является предпосылкой. Вот, собственно говоря, мы обращаем внимание на профилактику этих социально негативных явлений, которые, в свою очередь, не допускают дальше противоправных действий. То есть я просто люблю все разбирать на примерах каких-то совершенно абстрактных, но я думаю, что приближенных к реальности. Предположим, ребенок что-то украл из торгового центра, а понятное дело, что это факт воровства, то есть кража совершенно, да, это уже право, некоторые органы этим занимаются. Но ваша задача в данном случае, если произошло обращение, это объяснить не, что он украл, на какую сумму, как это компенсировать, а почему он это сделал. Да, да. Что способствовал. Что способствовал. Многие считают в таких вопросах, но это не то, чтобы я делюсь каким-то своим личным, субъективным, а общий такой срез мнений по социальным сетям, когда подобное обсуждается, что это обычное баловство. Знаете, самые частые слова, которые я встречаю в описании, в комментариях от людей, уже взрослых людей, говорят, ну, баловство, ну, дети, ну, там, дураки иногда напишут. А неужели всегда причина глубже, чем вот какая-то, знаете, вот эта вот общая волна дурачества, которая иногда не знает границ? Ну, дурачество, даже мы занимаемся дурачеством по какой-то причине, то есть для этого тоже есть свои предпосылки. На самом деле у воровства очень много причин, очень много, начиная от того, что очень хочется занять лидирующие позиции, например, в своей подростковой среде или там юношеской. Ну, доказать, что ты альфа в своем классе. Да, доказать, что ты альфа. Есть другая причина, например, заставляют просто давление группы на какого-то более слабого ребенка, например, да, его вынуждать. Докажи, что ты не слабак, да, вот давай нам тут продемонстрируй. Есть причины такие, что... Социальные причины. Социальные причины. Этого нет дома и никогда не будет, потому что финансовый доход семьи очень низкий, да, очень хочется это иметь. Или, например, не выделяться из толпы. Если у всех в классе это есть, да, у меня нет и, скорее всего, не будет, то, ну, чем я хуже, да, будем так. Есть еще такая особенность, что очень часто детки, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, они берут чужое, да, воруют. У них это вообще идет как компенсаторный механизм. Поясните, пожалуйста. Сложный очень механизм, в двух словах не объяснить, но постараюсь. Ребенок, который остался без попечения родителей, он чувствует недостаток материнской, родительской вообще, любви, заботы и ласки. И вот этим вот актом, украсть чужое, он как будто присваивает частичку того, что ему дорого, и становится немного лучше, легче, спокойнее. То есть он восполняет то, чего у него априори нет. Да, да. То есть вот есть душа пустота, и он ее заполняет именно этим. Вы знаете, мы к таким тонким материям и интересным моментам нашей беседы подошли. Последнее, чего хотелось бы сейчас делать, это вас прерывать и останавливать, но придется, потому что линейный ведущий подсказывает, что мы подошли к рекламному блоку. Что давайте прервемся минуты на три, пройдет реклама и продолжим нашу беседу. Не переключайте фон волну и свой телеканал, мы скоро. Реклама Продолжает говорить и показывать открытая студия, совместный проект телеканала Арктик ТВ, радиостанцию Рекорд. Я ее ведущий Николай Дукмас, напомню, в гостях у нас сегодня Елена Шмылович, Татьяна Баланова. Мы продолжаем нашу беседу о правовой помощи детям. Достаточно, вот, я считаю, очень точной и емкой такой даже какой-то болезненный момент мы начали обсуждать с вами, подходя к рекламному блоку. Но сейчас мы про эту тему не забываем, но надо аккуратно перейти к другой стороне, не точнее к другой стороне, а другому отсеку, так сказать, линии нашей с вами беседы, потому что они наиболее сопряжены. Опять же, у меня указано, и вы меня поправьте, если я ошибусь, где-то в терминологии, что в регионе прошла акция «Быть ребенком не должно быть больно». Правильное название, да? И большой круглый стол. Где это проходило? Что это такое? И что оно из себя представляло? Кит-сели. Круглый стол проходил на базе детско-юношеской библиотеки. Он собрал действительно большое мероприятие, впервые такое большое мероприятие в рамках этой акции. Круглый стол назывался «Объединяй усилия». Были приглашены специалисты всех субъектов профилактики, скажем так. Это комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав. Это органы опеки и попечительства, это специалисты образовательных организаций, советники по воспитанию, прокуратура и здравоохранение. Я хочу сказать, что собрал этот круглый стол более 100 человек. И обсуждались проблемы действительно оказания помощи, комплексной помощи детям, которые пострадали от жестокого обращения. Детям, которые имеют действительно проблемы, связанные с правонарушениями. Отмечены были проблемы, которые характерны для Мурманской области и как решать их. Цели были совершенствование взаимодействия между субъектами профилактики, о которых я сейчас сказала. Ранее выявление причин неблагополучия и социального сиротства. И, конечно, привлечение внимания общественности к проблемам жестокого обращения с детьми. А как сейчас это взаимодействие налажено? Я хочу сказать, что сегодня имеет место быть выстроенная система взаимодействия в регионе. И помощь действительно, если есть алгоритм оказания помощи, он разработан на уровне исполнительной власти. И сегодня им пользуются все субъекты, единый алгоритм оказания помощи. И им пользуются все субъекты профилактики. Я правильно понимаю, что это условно такая система, когда если поступает запрос в одну точку... Запрос, он идет, отработка идет по каким-то этапам. Да. И я хочу сказать, что поднимались вопросы вплоть до полового воспитания на круглом столе. Потому что сегодня отмечен был там, ну, скажем, не рост, а наличие такой проблемы, как половая неприкосновенность, да, несовершеннолетних. И поэтому стал вопрос о том, чтобы вести работу по половому воспитанию в образовательных организациях. Другой вопрос, готовы ли специалисты вести эту работу. А психолог, да. Да, но в любом случае мы считаем, что специалисты из центров профилактики, медицинской профилактики, из учреждений здравоохранения должны привлекаться к этой работе и вести работу с учетом возраста и с учетом наличия проблем, скажем, в регионе. И тут я немножечко запутался. А с учетом возраста это мне понятно. Совершенно точно нельзя прийти к первоклассникам и рассказывать им ту же информацию о взрослой жизни, что уже в 11 классе ребята знают иной раз больше, чем педагоги. Благодаря не только интернету, но и, скажем так, определенной открытости современного общества. Общению со сверстниками, всем тенденция. Но что касается, исходя из проблем конкретного региона, то есть их количества и их масштабов. А есть, предугадываю ваш вопрос, есть проблема ранней беременности, ранних абортов. И здесь, конечно, помощь гинеколога, специалистов здравоохранения необходима, потому что девочке нужно объяснить последствия, девочке нужно объяснить все то, что касается этой проблемы. Я не хочу никого в эфире запугать или создать, как называемый, кликбейтный заголовок. Знаете, чтобы у зрителей и слушателей сейчас не возникло мнения, что я пытаюсь у вас вывести на какую-то фразу, какой-то панчлайн, которая потом разлетится по всем социальным повесткам. Но хотелось бы понимать, эта проблема, вот эта проблема, она для нашей области сейчас остра, или вообще это можно измерять в какой-то категоричности? Это не стоит вопрос остро об этой проблеме, да? Эта проблема характерна для всей Российской Федерации. У нас есть сегодня... Она просто есть. Ее измерить невозможно. Эта проблема есть, и она характерна для всех регионов. Поэтому с ней нужно работать. Работать комплексно, планомерно, возможно. Не пропагандировать, знаете, тоже смотря, как еще подступить. Если мы постоянно будем об этом говорить, интерес может проснуться у подростков. Поэтому она должна как-то органично влиться в воспитательную и профилактическую работу в образовательных организациях. И это нужно делать умело, спокойно, работая с родителями в том числе. Не только с несовершеннолетними, но и с родителями. Во время круглого стола разрабатывались какие-то новые механизмы взаимодействия? Механизмы актуализировались. Давайте скажем так, они разработаны. Мы просто актуализировали механизмы. Мы еще раз акцентировали внимание на новые ресурсы, которые есть. Новые ресурсы у нас действительно есть. Это в каждом, скажем, в каждом муниципалитете есть муниципальные психологические службы, созданные, которые как раз-таки работают по всем направлениям, касающимся психологической поддержки родителей, детей. И мы, кстати, в рамках этой акции «Быть ребенком не должно быть больно» привлекли все психологические службы, и в школах проводился ряд мероприятий. Их было достаточно много. Вот сейчас мы готовим информацию и с родителями, и с детьми. Плюс мы обратили внимание, что эти мероприятия все проводились приглашением других специалистов из других ведомств. Это тоже очень важно, что действительно комплексность здесь есть. Такие мероприятия, как вы считаете, они вообще результативны? — Однозначно, да. — При общении с подростками, я хочу подчеркнуть, я пытаюсь, как вы уже поняли, всегда наслаивать на какие-то живые примеры. И вот когда мы поднимали похожий вопрос профилактических бесед с трудниками правоохранительных органов или МЧС, то было достаточно четкое понимание, что, нет, работа ведется, и для всех по-разному используются абсолютно разные приемы, разные методы воздействия. Но там ребенку достаточно показать, мы сейчас, допустим, про лесные пожары, достаточно показать зайчика, лисичку, спичку, и вот все, это будет беда. А взрослому ребенку, которому уже около 17 лет, ему монтируют высококачественный видеоролик, который показывает все гораздо более откровенно, более жестоко, ну, условно, вы должны понимать, я имею в виду, показывают последствия воздействия, чтобы это оказывало больший эффект. Да, да, да. В профилактических беседах в этом гораздо таком, ну, на мой взгляд, более тонком вопросе, тоже примерно похожая методология? Ну, я бы не назвала это прям только беседами, потому что чаще мы стараемся использовать интерактивные методы. Это как? Это включение, активное включение самих, ну, скажем так, слушателей. То есть с ребятами мы не просто рассказываем им какую-то информацию, да, приводим какие-то примеры. Да, да, это непросто. Мы стараемся давать им задания, в которых они сталкиваются в игровой форме, с моделированной какой-то ситуацией проблемной, да, и пытаются ее решить теми способами, которые у них есть сейчас на сегодняшний момент. Если что-то не получается, мы все вместе начинаем обсуждать, ну, в качестве вариантов накидываем, что можно было бы сделать по-другому, что сработало, что действенно, что недейственно, и приходим к некоторому выводу, что есть более эффективные методы, и ты их можешь использовать. То есть такая игровая форма по типу квеста, какого-то задания, она отлично работает уже на подростков? Ну, конечно, потому что информация лучше запоминается, когда ты сам участвуешь в этом, когда ты что-то делаешь, тогда это более лично значимо, соответственно, больше информации в тебе останется, и плюс ты до этого доходишь сам. Не кто-то тебе дает готовые варианты, а ты сам к ним приходишь, ну, опять же, задействует всю твою психику. Ну, в общем-то, это как и со взрослыми людьми. Абсолютно, один в один. Очень долго тебе могут говорить, не делай так, не делай так, будет плохо, пока ты не сделаешь сам. Знаете, есть трудность, и она как-то из года в год, эта трудность присутствует, когда ребенок или несовершеннолетний, да и взрослые, не могут сказать слово «нет». Отказать. Как правильно отказать? В каких ситуациях? Как сказать так, чтобы человек другой понял? Вот этому учат наши психологи, в том числе все психологи. Я понимаю, да. У нас, к сожалению, программа уже близится к завершению, мне показали сигнал, что у нас осталось буквально полминутки. Я думаю, самое правильное, что мы сейчас можем сделать, это, очевидно, вопрос, который у кого-то возникнет после просмотра и прослушивания, это, а как связаться? Как прийти, если бы не были в курсе, что такая возможность вообще существует у нас в городе? Мы предлагаем телефон 254141, где вы можете обратиться, уважаемые телезрители, слушатели, со своим запросом, и в ближайшее время, в очень быстрые, короткие сроки, мы назначим консультацию и определим все проблемы, и поработаем с ними в том числе. Спасибо большое. Я думаю, номера телефонов будут продублированы в повторах программы, и когда она появится уже через несколько часов в доступе в сети. Ну, а вас я сейчас благодарю за визит, было очень приятно пообщаться. Спасибо, что нашли время и возможность прийти в открытую студию. Спасибо вам, что вы даете нам такую возможность. До свидания. До свидания. Открытая студия.